Сегодня у нас в студии помощник директора федерального бюджетного учреждения заповедная при Байкале Артур Мурзаханов. Артур Романович, здравствуйте. Артур Романович, скажите сразу, проблема браконьеров, она насколько объемна в системе природоохранной вообще нашей? И в частности на Байкале? Мы так условно подразделяем браконьерство на четыре категории. Самая такая жесткая форма браконьерства, наверное, это промышленное браконьерство. Когда нарушителям есть, чем поживиться у природы, то там и как раз и процветает браконьерство. На продажу где-то. Да, да, да. Такие территории там можно привезти. Когда-то был Краноцкий заповедник, когда хорошие оперативники ребята начинали порядок наводить. Это заповедные Подлиморья, где нам пришлось работать. Это Саяны, где добывают Камаргу. Ну, там еще несколько таких территорий можно. Да, там действительно браконьерство остается на сегодняшний день еще актуально. И нашим ребятам приходится работать очень жестко, работать в очень жестких условиях. Когда вот именно тот случай, наверное, о котором мы сейчас как раз и будем говорить, когда в Алтачийском заказнике, в Байкальском заповеднике ребят пытаются перевернуть с головы на ногу, когда ребята были абсолютно правы, все действия были правомерные, но браконьеры, нарушители пытаются все это опровергнуть. Как было дело, да? То есть, инспектор обнаружил, сколько, пятеро их было, да, браконьеров? Вообще-то было вообще шесть человек. Пятеро в машине было, один там вылез немножко раньше, потом он немножко заблудился, узнал, что это наше, начал подходить, в итоге выяснилось, что еще и шестого поймали. Он с косули шел к ним. Смотрите, ведь это парадокс, когда вот вроде казалось бы явно преступление, даже не нарушение, а преступление, и тем не менее получается, что представитель государственной структуры оказывается не только бессилен, а оказывается еще и виноват. Что это за люди там такие, что вот они могут вот так вот с ног на голову повернуть? И насколько вообще это характерно для нашего региона? Мы в основном ловим тех людей, у которых за спиной нет какой-то силы. Людей с корочками, людей там каких-либо там наделенных силовыми полномочиями. Ловим тех людей, они уходят в статистику о том, что вот вроде бы с браконьерством у нас борьба идет, а на самом деле те люди, у которых есть высокие покровители, они вот примерно точно такая же ситуация, как с государственным инспектором Красниками получилось. Ночью он идет против вооруженных, пяти вооруженных преступников, больше никак их не назовешь. Правда не все они вооружены были, но тем не менее у них были стволы. Он идет, задерживает, один пятерых его избивает на машине, ломает руку, получается трясение мозга. Те начинают убегать, потом рассыпнуют, дверь открывается, пытается бежать, там два человека выпрыгнули. При этом на него направляет ствол, когда он догнал двоих, направляет на него ствол. То есть представьте сами эту ситуацию. Это реально боевые действия. Направили ствол, и когда инспектор приходится говорить, положите оружие, либо буду применять я свое служебное оружие. Тем не менее ему пришлось сделать предупредительный выстрел в сторону. Инспектор был вооружен. Он имел право применить оружие на поражение. Абсолютно. Вот в той ситуации, которая возникла, вот я еще раз повторюсь, вот сейчас только перед передачей разговаривал, хотя еще в октябре, когда эта ситуация случилась, я работал в Москве и как раз отвечал за охрану и надзор на опыта. И где бы ни случались такие вот случаи в заповедниках, в национальных парках, инспекторы в первую очередь звонили мне, мы разбирали эти случаи, там превысил, не превысил свои полномочия, разбирались. Даже в том случае, когда мы первый раз разбирались, мы прекрасно понимали о том, что инспектор прав на абсолютно все 100%. Человек охранял интересы государства, а теперь государство не только не защищает его, а, в общем-то, отдельные представители пытаются еще его и обвинить. Как вы считаете, вот у молодых сотрудников или у более опытных сотрудников, неважно, это не отобьет желание защищать эти самые интересы государства? Ну, извините, а зачем? Чтобы потом виноватым остаться? Тут двояко. Тут я, наверное, немножко еще дополню о том, что именно вот эти молодые ребята, государственный инспектор в области охраны окружающей среды, они обеспечивают экологическую безопасность нашей страны. Это не громкие фразы, это на самом деле обеспечивает экологическую безопасность нашей страны. А страна им в свою очередь? Ну, к сожалению, вот как мы сейчас видим, не всегда страна может защитить их. Да, уходят. Уходят. Многие тоже мне писали, консультировались со мной. Готов Романович, что делать? Ну, невозможно уже работать, нету защиты. Вот что делать? Уйти, не уйти? Я говорю, ребята, выбор это каждого. Скажу честно, я сам сколько раз пытался уходить. Ну, одна же даже статья буквально недавно написал, я хочу оставить охрану, но охрана меня не оставляет никак. А теперь, знаете, вместо награды мы получаем уголовное дело, которое заводят на наших инспекторов. Ну, это абсурд. Ну, вот смотрите, сейчас уже не до наград как-то отстоять человека. Вот с государством понятно, а вот ваша структура, заповедная Прибайкаль, заповедная Подлиморья и так далее, вы как-то планируете бороться и в каком виде борьба будет происходить? Как боролись, так и будем бороться. Все заповедное сообщество просто сколыхнулось. Я вот прямо рад тому, что там, если в соцсетях сейчас зайдете, на каждой странице, в каждой соцсетях только про это и пишут, только про то, что как помочь там. Давайте наймем адвокатов, давайте будем собирать какие-то средства для того, чтобы помочь инспектору. Какую-то поддержку, чтобы СМИ поддержали. Это вот те люди, от которых мы должны получать передовой опыт. А если они уйдут, кто останется? Кто будет учить остальных инспекторов? Спасибо, Артур Романович. Хотелось бы верить, что государство все-таки возьмет под защиту тех, кто защищает его интересы. Продолжение следует...